Привет! Сегодня у нас будет краткий обзор и знакомство с смарт-часами от малоизвестного китайского бренда, который выходит на международный рынок KUMI 2+. Есть другие модели и их очень много у этого бренда и они занимаются не только выпуском смарт-часов, но и разных Bluetooth гарнитур и других гаджетов. Но сегодня мы познакомимся с интересной моделью и эта модель умеет мерять температуру, измеряет кислород и ваш пульс. Давайте познакомимся с этой моделью. Приходит она вот в такой вот стильной упаковке с хорошей полиграфией. С обратной стороны у нас указана характеристика. Это модель S1, если более детально смотреть. Имеется процессор Realtek 8762, размер экрана 1,69 дюймов с разрешением 240 на 280, памяти 128 мегабайт, 200 мА аккумулятор и защита IP67. Затем открываем упаковку. Внутри находится инструкция с гарантийным талоном, сами смарт-часы и кабель для зарядки. Он магнитный. Давайте сразу его проверим. Как только подносим, прилипает и заряжается. Держится, но при тряске просто отсыпляются. То есть магнит нужен, чтобы с легкостью найти их на столе. Например, вот раз и все, заряд пошел. Кстати, во время заряда они заряжаются, уже проверил я, около двух часов. И во время заряда ими можно полноценно пользоваться. Зайти в меню, посмотреть. Отклеиваем наклейку. На экране здесь показано последнее измерение температуры в виде градусника. И сейчас не происходит измерения. Но как только вот этот металлический датчик, а именно он отвечает за то, чтобы прикоснувшись к телу, начать измерять поверхность тела, все покажет на дисплее. Сейчас мы с ними познакомимся с этими смарт-часами. Вот здесь вот на экране я уже сделал свою заставку, свои watch face, то есть заставку экрана, где Валюша с Муркой. Любую фотографию можно это сделать и управляется это через смартфон. Чем эта модель уникальна? Что здесь полностью закругленные края. Вот посмотрите, очень стильно смотрится. На ощупь приятные жесты. Благодаря этому делать прям такой, знаете, классный защитный экран. Корпус в черном цвете, выполнен из сплава алюминия, ну а нижняя часть из пластика. Есть светодиод зеленого цвета для измерения пульса и красного для измерения кислорода. Ну и два магнитных контакта. Ремешки здесь 20-миллиметровые, быстросъемные, с легкостью можно подобрать. Минусом является то, что нет удерживающего маленького рычажка, который держит лишний шнурок. Ремешок очень эластичный, приятный и выполнен из силикона. У данных смарт-часов есть всего одна кнопка. Она в разных режимах срабатывает по-разному. Но вот если прикоснуться, то это просто включить экран. Если же в каких-то других пунктах, то это возврат назад. Также смарт-часы поддерживают двойной клик. Раз-два и дисплей засвечивается. Конечно же есть функция активация при поднятии. Как только подняли, дисплей засветился и через 5 секунд отключается. В меню есть быстрый доступ к виджетам. Это вращение слева направо и вход в основное меню. Активность, текущее состояние, пульс, уровень кислорода в крови, спать или сон, погода. Дальше режим музыки, сообщения и далее. Вдалее находится секундомер, таймер и найти смартфон. Если выйти, то ниже находятся настройки. В настройках есть настройки циферблата, яркость и информация. Также можно отключить и сбросить. Обратите внимание, что в режиме яркость настройка идет по принципу 25+. То есть вот сейчас это минимум, еще ярче, еще и еще. 100% яркость. Дисплей очень яркий. Здесь у нас IPS-матрица и заряда батареи хватает примерно на 9-10 дней активного пользования. С учетом, что он круглые сутки может наблюдать за измерением пульса, кислорода и всеми вашими функциями, движением и так далее. Нету GPS-навигатора, конечно, за такую сумму его не будет. Но если хотите с GPS, то обратите внимание на Amazfit BPU. Обзор мы делали вот здесь в подсказках. Если сделать свайп сверху вниз, то у нас идет быстрое управление. Не беспокоить. Настройка яркости. Есть режим найти смартфон и настройка. Здесь поменять циферблат и еще некоторые функции. Есть несколько предустановленных watch face. Вот такой. Вот такой. Многогранные они. И в настройках в приложении их там очень много. Но прежде чем мы заглянем в мобильное приложение, давайте сначала проверим кислород. На данный момент он измерил 96. Ну а чтобы измерить температуру, нужно сделать свайп и здесь быстрый доступ. Смарт-часы должны плотно прижиматься и через несколько секунд появляются две информации. Первая синяя. Я, честно говоря, не могу понять, как будто внешнюю температуру меряет. Но на самом деле это не так. А вторая показана уже температура тела. Доверять им нельзя. Но надеяться на то, что они будут давать сигнал уже плюс. Потому что они повестят о том, что началось повышение температуры. Естественно, что сейчас моя внутренняя температура 36,6. А они показывают 36. Это с поверхности. То, что смогли определить с помощью этого датчика. Теперь давайте откроем мобильное приложение. И я с вами поделюсь своими наблюдениями. Потому что два дня тестов есть что сказать. Во-первых, что я заметил, что у меня возникает серьезная сложность с тем, чтобы настроить на моем смартфоне уведомления о каких-то сообщениях. То есть мне не приходят сюда уведомления. Что я только здесь не включал. Ничего не получается. Хотя здесь есть этот раздел. Делаем свайп снизу вверх. Сообщение пишет нет сообщений. Но не могу настроить. С моим опытом это показывает, что здесь очень все замудрено. Не по причине проблемных смарт-часов. А еще и проблема MIUI моей прошивки в смартфоне. Начали с плохого. Теперь с хорошего. Во-первых, круглосуточное наблюдение. И шкала пульса отображается постоянно. Каждый час идет замер. И я могу видеть, какой пульс у меня был на протяжении дня, если у меня какая-то активная жизнь, тренировка или проблемы со здоровьем. Также активно следит за сном. Четко определяет. Ну как четко? Плюс-минус определяет, когда я заснул, когда было пробуждение и сколько я пробуждался. Это тоже огромный плюс. Запись кислорода в крови. Вот отметки, когда происходило каждый час замер. 96. Норма. То есть круглосуточное наблюдение. Запись температуры. Так же само происходило круглосуточное наблюдение. И здесь указана средняя температура. Естественно, что это не она, потому что отображалась лишь с поверхности тела. На руке никто не меряет снаружи. Но плюс-минус она помогает увидеть, где у меня были какие-то серьезные нагревы. Например, вам будет интересно узнать, какая была температура тела у вас, когда вы активно тренировались. Еще одним плюсом это то, что отсюда можно легко управлять, запускать. И он служит своего рода таким нательным датчиком. Чтобы во время тренировки, запустив отсюда, например, бег, ходьба на свежем воздухе, велоезда и другие пункты. Здесь вот нажимаешь плюсик. И любой из них, включая плавание, можно выбрать и активно тренироваться. В режиме устройства все, что угодно можно настроить. Очень удобно, по пунктам расписано. Хотя именно вот здесь, уведомление о приложении, все включено, но ничего не приходит. А так в основном все пункты работают. Кстати, пришло обновление, когда запустил их и смарт-часы получили обновление. Будильник настраивается только на приложении. В смарт-часах этого нет. Ну а в настройках личных здесь можно установить цель, 8000 шагов, системные настройки и план тренировок. Будет напоминать, когда вам нужно потренироваться. На самом деле смарт-часы ничем особо, кроме как шустрым меню и дополнительной функцией измерения температуры, в отличие от других девайсов, не отличаются. Но выбор за вами. Тем более, если учесть, что сейчас цена во время осенней распродажи, включая купон, составит 31 доллар. Рад был с вами поделиться. Ссылка есть в описании. До встречи в новых видео. Всем спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова